Здравствуйте! Вы смотрите программу «Специальное интервью» и с вами я, Мила Тарасевич. У нас сегодня в студии новый директор Одинцовской школы номер 17, Просникова Светлана Николаевна. Светлана Николаевна, здравствуйте! Здравствуйте! Ну, для начала я бы хотела вас поздравить с новым статусом. Точнее, статус у вас остался прежний, сменилось только учреждение. Спасибо, Мила. Самые первоочередные задачи – это, конечно же, обеспечение безопасности и комфортных условий для обучения наших детей и современных условий для работы наших учителей. Это первое. То, что касается стратегических таких задач, стратегических планов, которые мы с коллективом перед собой ставим, это, конечно же, повышение качества образования. Наша школа носит название «Школы с углубленным изучением отдельных предметов», и это, конечно же, накладывает на нас дополнительную ответственность. У нас есть возможность эти предметы изучать на более современном уровне, и мы рассчитываем вывести работу с одаренными детьми на новый современный уровень. Ну и, конечно же, хотим расширять возможности дополнительного образования, расширять круг предложений по кружкам, секциям, каким-то творческим объединениям. Но и главная тенденция, которая сейчас стоит, перед нами главная задача, это сделать школу социокультурным центром этого микрорайона Трехгорки, потому что действительно в этом есть необходимость. Объединить родителей, объединить детские сады и общими усилиями сделать площадку нашей Одинцовской школы номер 17 центру такой вот общественной социокультурной жизни. Но вы были директором Голицынской школы на протяжении пяти лет. За это время наверняка у вас выработались свои какие-то методы. Вот в плане коммуникации с новым коллективом вы планируете переносить наработанные навыки или же все-таки какие-то будете приобретать новые подходы? Дело в том, что школа номер 17, Одинцовская, это самая крупная школа в Одинцовском районе. И в руководстве, в структуре руководства этой школы есть свои особенности. И особенности, они настолько эффективно там внедряются, что я посмотрела, как работает эта система. И действительно здесь менять ничего не нужно, нецелесообразно, потому что она очень эффективно и качественно работает. То, что касается взаимодействия с коллективом, дело в том, что я заступила в эту должность с 26 августа, когда был в самом разгаре международный фестиваль Urban Morphogenesis. И все его основные события проходили, конечно, на территории Одинцовской школы 17. И в этот момент мы вместе с коллективом были вынуждены решать глобальные задачи, поставленные перед нами. И вот этот опыт, когда мы работали вместе в этот период, очень нас сплотил. И я увидела, у меня была возможность увидеть, как работает каждый из заместителей, из коллектива, из членов коллектива. И я увидела, что действительно это команда профессионалов, с которыми очень здорово мы работали, очень эффективно. И продолжаем сейчас работать и строить новые планы на будущее. Я знаю, что многие родители обеспокоены вопросом перевода детей в новый корпус, который сейчас достраивается в Сколково. Он будет, получается, принадлежать 17-й школе. Дело в том, что окончательного решения еще не принято на уровне администрации Одинцовского округа, кому будет принадлежать эта школа. Но перед нами уже поставлена задача главой Андреем Робертовичем о том, чтобы мы провели социологическое исследование, соцопрос наших родителей, сколько детей хотят туда перейти. В перспективе. И стоял вопрос о том, чтобы перевод осуществлялся уже с 1 февраля именно начальных классов. И поэтому у нас... Только начальных. Да. Поэтому у нас в нашей анкете стоит несколько вопросов. Первое. Кто вообще из всех классов собирается туда перейти с 1 сентября? А кто бы из родителей хотел бы отдать туда своего ребенка с 1 февраля? Поэтому все будет зависеть от запроса наших жителей. И потом уже будет принято решение. Школа очень большая, детей очень много. Какое количество? 2 тысячи? 2 тысячи 800 детей. 2 тысячи 800 детей. Ну, наверняка есть вопрос относительно кадров. Хватает ли вообще учителей или этот вопрос... Вы знаете, это больной вопрос, наверное, для каждой школы. Не только Одинцовского района и всей Московской области. Для нас особенно, потому что мы находимся... Наша школа, Одинцовская, номер 17, вообще находится рядом с Москвой. Поэтому несколько учителей, конечно, наблюдается отток учителей в Москву. Но, тем не менее, я бы сказала, что особой большой проблемы нет. У нас две вакансии. Есть учитель русского языка и учитель информатики. Конечно, у остальных учителей большая нагрузка. Но и кадровый вопрос, конечно, нужно решать. Но к нам пришли 27 молодых специалистов. Ну, так как вы их привлекаете? Всего 136 учителей в нашей школе, 27 из них молодые специалисты. Но дело в том, что набор производила не я этим летом. Но я очень рада, что получился такой прекрасный, я бы сказала, результат. Это хороший результат. Это очень хороший результат. И сейчас мы с ними вместе работаем. Из них очень много потенциальных учителей, которые действительно нацелены и на победу в различных конкурсах. Очень активные, очень инициативные. Поэтому я бы сказала, что с кадрами у нас большие, хорошие перспективы. Ну, а какие ближайшие планы вообще на работу? Ну, ближайшие планы – это, конечно же, благоустройство. Благоустройство кабинетов, благоустройство школьных рекреаций. Даже тех же самых туалетов, туалетных комнат, раздевалок, гардеробов. Это уже та работа, которую мы начали сейчас. Это подготовка к различным мероприятиям. Столько очень много в плане воспитательной работы. Потому что ресурсы у школы очень большие. Это два актовых зала. Это гимнастические залы борьбы и так далее. Поэтому наша задача, чтобы все это функционировало. Чтобы дети были во второй половине дня заняты внеурочной деятельностью. Как можно больше охвачены дополнительным образованием. Чтобы родители смогли увидеть, что дети занимаются, показывают, какой результат. Поэтому в плане большое количество концертов различных, тематических. А я знаю, в вашей школе есть и бесплатные секции. Конечно. В нашей школе присутствует большое количество разнообразное. Представлено разнообразие дополнительных кружков и секций. Как спортивных, так и творческих. И много предложений, конечно, по аренде. То есть спортивные школы бесплатно предлагают свои услуги на базе школы. Так и платные арендодатели. Но мы стремимся к тому, чтобы число бесплатных предложений было значительно больше, чем платных. Это наша задача. И вот мы уже ею занимаемся сейчас. Ну, вы наверняка знаете, готовится ли кто-то из ваших учителей сейчас каким-то областным конкурсом. Или, возможно, ваши дети, которые собираются участвовать в Олимпиадах. Да, обязательно. Конечно, это все планируется еще на этапе до 1 сентября. И у нас уже было в плане работы школы, уже есть фамилии этих учителей, которые готовятся. Каждый конкурс, он представлен. То есть каждый учитель знает, в каком конкурсе он участвует. Вот тенденция стимулирования учителя идет к тому, чтобы каждый из них где-то принимал участие. Потому что учитель высшей категории – это учитель-профессионал, который на всех уровнях имеет заслуги. И стремится хотя бы к этим заслугам. Поэтому у нас все распланировано. Дорожная карта, как сейчас это модно называть, учителя расписана у каждого из них. И у каждого учителя есть свой банк данных, какие одаренные дети, с которыми он будет работать, кого он будет готовить уже к Олимпиадам, какого уровня. То есть это уже все запланировано, и работа уже ведется очень активно. Я слышала, у вас в школе работает школа телевидения. Расскажите, пожалуйста, про нее. Кто туда входит? Может ли любой желающий туда прийти и попробовать свои силы? Дело в том, что наша школьная телестудия, она только-только родилась, вот 1 сентября, я бы сказала. Это ребята очень инициативные, заинтересованные. Группа из 15 человек разных возрастов от 8 до 11 класса – это те ребята, которые хотят принять участие в создании новостных видеороликов о жизни нашей школы. Скорее всего, их профессия уже предрешена. Я думаю, да, потому что это та область, в которой им очень интересно заниматься. Но мы поощряем только такой интерес, потому что это не только сам процесс им интересен, но и результат их труда, который они получают, он идет, конечно, на благо школы. Вот эти видеоролики, эти видеосюжеты, они показывают, говорят о том, что в школе идет бурная такая жизнедеятельность, то, что в школе яркие и интересные мероприятия проводятся, и нам хочется, чтобы детей в этих мероприятиях видели их родители. И эти ролики мы планируем размещать как в соцсетях, как на нашем официальном сайте. Вот и может быть, когда-нибудь мы достигнем такого мастерства, что наш ролик, может быть, запустит какое-нибудь телевидение. Светлана Николаевна, мы со своей стороны приглашаем ваших ребят к нам посмотреть в нашу редакцию, посмотреть, как устроен здесь наш рабочий процесс. Ну, а вам мы желаем удачи на новом месте работы. Большое спасибо вам за приглашение на вашу передачу. И спасибо, конечно, за приглашение нашим ребятам. Будет очень интересно, очень здорово, они будут очень рады. Спасибо. Спасибо вам. Ну, а вы смотрели специальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.